всем добрый день вы на моем канале рукоделие и меня зовут ольга сегодня мы с вами просто подведем вернее я подведу итоги уходящей недели я вам расскажу в этом видео что я связала что я сейчас вижу что я купила и быть может немножко расскажу о своих планах хотя планы это такая вещь знаете сегодня одно а завтра может быть совершенно другое вот если вам интересна эта рубрика оставайтесь со мной ну давайте начнем самого интересного как всегда это готовые работы у меня на этой неделе свершилась вот такая вот готовая работа это мужская шапка я бы вам ее даже примерила но она сейчас еще до конца не высохла видите она еще тяжело это стопроцентный меринос наверное я уже рассказывала состав этого меринос это бобинная пряжа поэтому я не думаю что вы ее найдете но тем не менее метраж я вам подпишу и я вязала эту шапку по бесплатному описанию она есть в интернете название этого описания я вам тоже подпишу вы можете найти в свободном доступе я вязала только по схеме я уже потом нашла само описание вот и макушку уже смотрела закрывала по описанию макушка мне очень нравится это мужская шапка и я хочу связать точно такую же шапку шапку бенни уже то есть добавить еще один клин потому что эта шапка прямо вот по голове по голове то есть она прям вот в облипочку я люблю такого рода шапки я сама примеряла и и вставлю здесь любительскую фотографию можете посмеяться вот то есть это вот такая вот шапуля готовлюсь уже к новому сезону как мужа обещала так я ее и связала и следующую шапку я хочу связать из этой же пряжи у меня здесь осталось я брала на самом деле 150 грамм думаю что мне на косы до не хватит то есть даже если бы я связал еще один клин у меня все равно бы пряжи осталось и я планирую связать здесь вязала на спицах 3 3 с половиной нет на тройке я вязала а я хочу соединить вот эти вот две нити и сделать меланж из этой пряжи я вязала сыном жилет недавно показывала дракошу а это как раз вот та самая пряжа меринос я вот как всегда и не помню метражи вообще но я о нем рассказывала и видео о моих запасах пряжи вот это такой знаете очень красивый пыльный коричневый цвет такой уходящий немножко в хаки при определенном освещении мне очень понравилось и модель это тоже шапки очень понравилось я сначала пробовала вязать 6 клинив но это очень широко и я думаю что чтобы была она вот по свободе немножко да не так впритык по голове я просто добавлю еще одну нить это то есть мои планы а это уже готовая работа отправляю ее сушиться дальше так дальше я вам покажу весьма интересную вещь она у меня все-таки состоялась всем огромное спасибо тем кто переживал за мой неудавшийся бактус который я делала я по которому я делала описание помните да все вот и как я уже говорила когда что-то не складывается и нужно распускать нужно распускать или не до распускать для того чтобы получилось что-то интересное и у меня все-таки получилось что-то интересное это снуд ковбойка видите какой он у меня длинный с уменьшением со ступеньками совсем на свете то есть вот такой вот снуд ковбойка я вам его покажу здесь кратко сделаю маленький видеоролик но на себе до летом естественно это надо носить либо в моем понимании опять же да это надо носить либо вообще под низ но тогда весь узор красота все спрячется либо на кожаную курточку будет хорошо либо на пальто бывает же пальто да с открытым воротом когда требуется что-то замотать на шею это тоже будет интересный вариант под спортивное пальто под классическое пальто с воротником стоечкой тоже будет хорошо может быть хорошо будет под вернее на куртку дутыши но только знаете такие где тоже вот открытое горло надо что-то да и она выдержана классические какие-то вещи вот я все-таки решила что я выпущу описание по данной модели мне эта модель очень очень понравилось давайте я вот так вам покажу принт принцип этой модели все равно ясен да мне эта модель очень очень понравилось на самом деле я думала ее продавать быть может даже мне вязать очень понравилось быть может даже я я бы ее и на заказ бы связала не знаю мне потому что ну вот еще раз повторюсь мне очень понравилось эта идея эта модель вот узор конечно я не придумывала я просто адаптировала под данные изделия описание скорее всего я запущу на следующей неделе но в инфобоксе и здесь и в следующем видео где я буду рассказывать о данной модели да может быть в готовых работах я буду упоминать но в основном это конечно будут фотографии у инстаграм как только у меня появится возможность отфотографировать нормально на самом деле описание уже готово просто без нормальной так скажем аватарки ну в смысле нормального фото данной модели вот я на всякий случай в инфобоксе оставлю здесь адрес электронной почты моей на который вы можете написать если вдруг вас заинтересовала эта модель вот я вам отправлю все координаты для оплаты и отправлю после оплаты вам собственно это описание немножко его надо доработать и со следующего понедельника я скорее всего понедельник вторник я уже полноценно займусь продажи этого описания но если у меня получится больших надежд я не возлагаю но я думаю что когда я сниму уже формате знаете на природе например да когда уже будет вот это вот листва красиво и сама я буду соответствующие одета тогда быть может да люди все любят картинки и конечно же продавать по красивой картинке будет легче вот но если вас заинтересовала эта модель да вы пожалуйста проходите в инфобокс подписывайтесь на мой инстаграм будьте подписчиками там а если у вас нет инстаграма я оставлю вам почту вот это то что касается готовых работ то есть на этой неделе я завершила две работы я безумно счастлива мне все очень нравится вот следующее что я вижу все то же самое тот кто смотрел предыдущие влоги я кроме же этой шапки больше ничего нового не начинала но у меня как всегда знаете черное белое полоса черная полоса белая удачи и неудачи и вот здесь смотрите как красиво правда же правда красивое полотно мне очень нравится это полотно мне очень нравится это пряжа мне нравится вязать в одну нить на спицах три с половиной мне все нравится но есть одно но я вчера вечером пришла к мысли о том что я все-таки не хочу вязать полочки отдельно я не хочу вот эту бабушкину кофту в том формате что знаете узкие полочки полотно вернее вот этот узор съела это полотно и даже если я сделаю широкую планку как я предполагала она все равно не будет мне не будет хватать вот это его объема то есть последнее время я не ношу вещи в облипку я не ношу вещи с минимальной свободой облигания если это но не какие-то вот такие вот вещи да то есть если вязаная вещь для меня она должна быть ну не гипер оферсайз то с достаточной свободой облигания вот поэтому это я все-таки приняла такое решение хотя я вчера связала знаете связала 4 рапорта то есть 4 косы переплела до вышла вот видите уже на пройму и это все-таки распуск как бы мне там где-то в глубине души не было бы жалко и я все-таки решила что это будет по-прежнему я хочу чтобы это была вещь по типу кофты пиджака чтобы да с пуговками или с кнопочками или что-то такое потому что свитер конечно будет тоже шикарен но я хочу связать изделие сверху я хочу реглан не знаю реглан погон или обычный реглан и оставлю ли я эти косы хотя косы вот смотрите правда же да напишите мне пожалуйста косы они вот интересно смотрятся в этом полотне то есть косы быть может стоит и оставить хотя с этой мыслью я уже даже переночевала и как бы я не прикладывала но все равно не будет видно как бы я не прикладывала мне кажется мне узковато ну вот не знаю может еще раз приложить конечно но мне все равно кажется узковато я бы хотела более широкий типа кардиган да вот поэтому я все-таки хочу двухцветный но уже не так как я задумывала да я думала у меня будет спинка одного цвета перед другого цвета рукава там сочетание двух цветов но видимо придется переиграть эту модель и что-то придумать новые абсолютно и я так думаю что вот ближайшие как раз и выходные да не у меня предполагаются невязальные выходные я думаю что я займусь распуском подготовлю немножко отдохну от этого проекта скорее всего подготовлю его какой-то новой модели вернее буду искать идеи если у вас есть какие-то наработки идеи можете тоже со мной поделиться быть может я что-то приобрету возьму у вас вот то есть этот процесс единственный оставшийся он идет на распуске у меня пока на спицах ничего нет но планирую связать вот эту шапку мне очень хочется повязать шапки и на фоне того что мне очень хочется повязать шапки у марины магазин тендер нас да была новая поставка много всего конечно интересного но как я уже говорила у меня запасов достаточно вижу я теперь медленно на вязание у меня времени маловато вот и смотрите каких пухляшей я там приобрела я никогда никогда не пробовала вязать из букле точного состава этого букле нет но по ощущениям натуральности здесь не так много как как бы хотелось бы да но там и цена была такая что особо сильной натуральности говорить не стоило но на пробу на самом деле да вообще про этого зверя узнать я никогда не вязала из букле из тонкого букле вязать мне не хотелось мне хотелось вязать из толстого букле но даже на ощупь чувствуется что много здесь синтетики вот и вдруг почему-то я решила что это будет шапка вообще на самом деле это какая-то папаха правда же да вот или это будет что-то ну не знаю в общем полежит наверное для вдохновения но вообще-то планировалось что это будет шапка быть может я и попробую опять же у меня есть опыт распускать до распускания поэтому распуска опыт распуска вот поэтому я могу сзади распустить опять что-нибудь связать быть может сложится что-то грандиозно и это было покой ой и это была покупка номер один этого месяца ну сказать что мне безумно нравится я бы не сказала но попробовать хочется вот и теперь совершенно не свойственно но я уже упоминала конечно об этом но совершенно не свойственное для меня шуршунчик сейчас я достану пошуршу и достану все-таки что же я здесь я приобрела у меня здесь 4 матка матка я соскучилась по моточной пряжи и все чуть вязали эти маечки бесконечные эти топы футболки да а у меня вот так и не сложилось вот с этим еще с этой футболкой быть можете ее повяжу не знаю расскажу вам на следующей неделе вот и у меня случилась такая покупка это пряжа калипса троицкая я заказывала в совместной закупке смотрите как какие они малыши то есть здесь 50 грамм 200 метров составе 34 лен 33 хлопок 33 вискоза в принципе таки неплохой был состав я в основном взяла из-за цвета из-за состава он такой знаете припыленный цвет не передает на самом деле но у кого есть цветовая палитра или кто заказывал цвет водопад называется вот 238 калипса да вот мне захотелось снова повязать а я думала буду вязать в две нити у кого кстати говоря есть опыт вязания из этой пряжи я вроде у наташи спрашивала но у наташи тоже лежит в запасах вот поэтому я наверное даже может быть сниму обзор потому что я правда соскучилась по моточной пряже и это летний состав конечно да наверное в следующем году я сделаю по-другому летние составы я буду вязать весной чтобы летом успеть поносить эти вещи да несколько раз хотя бы надеть и у меня такие четыре мотка я думаю мне вот на тот топ именно на топ я брала на топ должно хватить этой пряжи даже в две нити планируют вязать в две нити потому что уж очень тонкий метраж до 200 на 400 метров на 100 грамм получается но хотя из бобильной пряжи я же вижу 350 400 метров поэтому может быть и нет еще у меня идут спицы я все-таки заказала себе спицы чиагу тройку на пробу и я даже наверное жду вот эту тройку для того чтобы начать этот процесс заново хочу попробовать на новых спицах вязать именно из такой странной пряжи вот ну и это все что у меня свершилось и случилось на этой неделе планов у меня особо на самом деле нет кроме того что я распущу и свяжу свяжу начну вязать эту шапку вот но как сложится следующей неделе покажет только время и скорее всего я вам уже буду показывать не итоги недели а итоги месяца то есть мы с вами вспомним что же я навязала за месяц достаточно ли это в рамках моего ограниченного времени сейчас вот и и ну в общем подведем итоги месяца скорее всего встретимся в следующем месяце еще хотелось бы просто сказать может быть смотрят меня блогеры тоже вязальные что-то как-то этим летом совсем стало мало видео на каналах любимых блогеров да и даже молодых блогеров что-то как-то все уехали на моря что ли в прошлом году я была полноценном декрете да и и как-то было веселее вязать и веселее наблюдать за процессами других блогеров да в области вязания в области рукоделия а в этом году как-то ну совсем тихо я правда ли это и если нет быть может я просто не знаю тех блогеров которые активно снимают которые активно рассказывают о своих процессах продвижениях планах покупках тех же самых да это же все очень интересно вы мне пожалуйста напишите в инфобоксе кого вы смотрите быть может я открою для себя новых блогеров буду с удовольствием смотреть их каналы вот и до новых встреч я постараюсь еще что-нибудь какую-нибудь болтал очку наверное подвязание на этой неделе вам заснять вот всем огромное спасибо за внимание всем пока пока